Давайте поднимем возглас победы Господу! Иисус! Иисус! Ты Альфа и Омега! Ты Начало и Ты Конец! Ты Царь Царей! Ты Господь и Господь! И мы прославляем Тебя этим вечером! О, Иисус! Аллилуйя! Я сказал Аллилуйя! Давайте еще раз громко поаплодируем Господу! Давайте дадим Ему всю славу, все прославление! Потому что сегодня Он здесь, этим вечером, чтобы исцелить вас, чтобы двигаться в вашей жизни! Иисус Христос! Он сегодня здесь, на этом месте! Прямо сейчас! Вау! Знаете, у меня есть одна песня, которая мне очень нравится! Но никто не поет эту песню! И вдруг, этим вечером вы запели эту песню! Эта песня была придумана именно для меня! Но эта песня также и для вас! И нет ничего лучше, чем петь про Иисуса! Можете себе представить, что Он Начало, Он Конец! И многие люди, они приходят и уходят! Большие люди и великие люди, они приходят и уходят! Но есть только один во всей истории! И мы можем сказать о Нем, что Он был, Он есть и Он еще вернется! И Его имя Иисус Христос! Аллилуйя! Он был, Он есть! Он Альфа и Омега! Слава Господу! Мы так счастливы, что мы можем прославлять Его! Спасибо, команда Прославления, за замечательное прославление и поклонение! Давайте поаплодируем им за их служение Богу! Прежде чем сесть, поприветствуйте кого-нибудь рядом! Спасибо, Господь! Вау! Вау! Спасибо, что вы все пришли сегодня вечером! Так замечательно, что сегодня вы тоже смогли прийти! Вы в правильном месте! Аминь! Я тоже в правильном месте! И Господь здесь! Аминь! Вау! Вау! Я просто хочу видеть вас больше, пока я начну прославить! на вас! Я хочу сейчас спуститься вниз и обнять каждого из вас! Но я не могу это сделать! Я просто хочу сказать, что вы даже не представляете, как сильно мне нравится быть здесь со всеми вами! Я благодарен Богу, что он опять дал мне шанс вернуться в Армению! И я опять живу, можно сказать! И до этого, конечно, я не был мертв, но на самом деле я очень-очень скучал по вам всем! И поэтому большое спасибо, что вы пришли сегодня вечером! Я знаю, что до того, как я был здесь в последний раз больше людей, начал приходить сюда, в церковь! И многие из вас даже, вы не знаете, кто я, но я очень рад, что я вижу здесь всех вас! Я очень рад видеть молодых людей, которые выросли здесь в церкви! И в следующие 20 лет, сейчас мне 61 год, и в следующие 20 лет я подарю молодым людям! Это моя мечта! И когда мне будет 80, я уже в это время перейду к служению полного времени! И я буду работать с пенсионерами! Аминь! Но знаете, я очень рад видеть здесь молодых людей, которые сейчас приходят к Богу! Поднимается новая армия Божья! И я желаю вести их и показать им мир! И я так воодушевлен этим! Но сегодня вечером я хочу проповедовать о чем-то замечательном вам! Я буду проповедовать вам о надежде! Я хочу сказать вам, что есть надежда для вас! Неважно в какой ситуации вы, для вас есть надежда! Есть надежда для этой страны! Я сказал, что есть надежда для Армении! И я думаю, что Господь дал мне это слово, когда я приходил сюда! И с Еремей 29, 11! И я хочу, чтобы мы прочли вместе этот стих! И Баград будет читать этот стих! И я хочу, чтобы вы читали этот стих так громко, чтобы дьявол в аду услышал это! Аминь! Пожалуйста, читайте громко на армянском языке! Я скажу, и вы повторяйте! «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь! Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду!» Аминь! Аминь! Господь говорит, у Бога есть намерение! Бог думает! И что Он думает? Он планирует одно, и это будущее! Когда вы водите машину, очень опасно все время смотреть на эти зеркала, которые показывают, что у вас сзади! Если вы только смотрите на все то, что происходит в прошлом, позади, то вы попадете в аварию! И именно поэтому это зеркало заднего вида, оно всегда меньше, чем ваше переднее стекло! Бог не помнит твои грехи, и, пожалуйста, ты тоже не вспоминай свои грехи! Бог не помнит твои ошибки, и, пожалуйста, ты не помни их! Бог думает, у Него есть намерение об одном, чтобы дать тебе будущее и надежду! Может, ты потерял свою надежду относительно Армении! Может, ты потерял свою надежду относительно Армении! У меня есть новость для вас! Господь не потерял свою надежду об Армении! Он думает об этой стране, как о стране с большим будущим! Иногда ты смотришь, и кажется, что нет будущего, но вы и Бог и Церковь имеют надежду об этой стране! Надежда – это что-то, что может подняться или упасть! Может, в какой-то ситуации в вашей жизни вы чувствовали безнадежность, смотря на ваши ситуации! Некоторые вещи случаются в нашей жизни, и мы чувствуем себя в безнадежном состоянии! Может, это связано с семьей, может, связано с болезнью! Может, в течение этой недели врачи сказали вам, что для вас нет надежды, и больше нет будущего! У меня есть новость для вас! Есть надежда для вас! Есть надежда для ваших детей! Есть надежда для вашей жизни! Есть надежда для ваших финансов! Аллилуйя! Бог хочет принести надежду в ваш дух этим вечером! Мы все можем оказаться в таких ситуациях, что с нами будут происходить разные вещи! Знаете, два года назад кое-что случилось в моей жизни в Китае! Я был со своей дочерью, я был в тренировках со своей дочерью, и моя дочь, она очень атлетическая, она занимается спортом, поэтому она взялась со мной и сказала, «Папа, ты должен сделать кое-что!» Я опять сказал, «Отойди от меня, сатана!» Но, в конце концов, я согласился, и я почувствовал что-то у меня в грудной клетке, и моя дочь, она еще и доктор, она сказала, «Папа, тебе нужно пойти к доктору!» Я сказал, «У меня нет времени для доктора, я должен идти в Китай!» И когда я отправился в Китай, я почти там умирал, и я каждый день молился и говорил, «Господь, пожалуйста, позволь мне прожить следующий день!» И когда я вернулся домой в Скандинавию, я пошел в туалет, пошел в туалет, это был хороший туалет, и я больше ничего не помню! Я отключился, упал, и когда я очнулся, я понял, что у меня проблемы с сердцем. У меня, на самом деле, нет никаких проблем с сердцем, я думаю, что у моего сердца проблемы со мной. Может, иногда я слишком быстро бегаю по всему миру, но, несмотря на это, меня отвели к врачу, меня отвели на операцию, и они поставили кое-что в моей ладони, в моей руке, и вдруг я увидел мое сердце на экране. И я сказал, «Доктор, что это такое?» Они сказали, «Это твое сердце». И знаете, это было очень хорошее сердце. У меня хорошее сердце, я увидел это сердце, я увидел, как это сердце работает, и я сказал, «Можно я сфотографирую это на сотовом телефоне?» И доктор сказал, «Ну, конечно». Знаете, я вдруг увидел, как они всунули через мои вены что-то в мое сердце, и врач начал работать с нами. И знаете, что они там делали? Во время своей работы они шутили, разговаривали о вчерашней игре, кто победил. Я говорю, «Вы же работаете с моим сердцем, хватит разговаривать о ваших играх». И вдруг врач сказал, «О-о, это серьезно. На 99% все забито». И знаете, что случилось? Моя надежда опустилась вниз по лифту, скажем так. Знаете, я почувствовал себя, как это была седьмая симфония Бетховена. Я сказал, «О, Боже!» Но потом доктор улыбнулся. Он посмотрел на меня и сказал, «Не волнуйся». «Я очень хорош в том, чтобы решать подобные вопросы. Я все исправлю». Я подумал, «Надежда, что случилось со мной?» Надежда опять свернулась. И знаете, что Иисус говорит сегодня вечером тебе? Знаешь, твоя ситуация, она очень сложная. Но я могу очень замечательно решить твою ситуацию. И этим вечером я все исправлю. Я могу тебя исцелить. Я могу тебя освободить. Иногда мы думаем, что мучения, они навеки. И мы думаем, «О, я Иов Армении». Иов. Иов Армении. Иов в Армении. Иов в Армении. Иов был болен только 9 месяцев. Потом он исцелился. И потом о нем написано, что после всего того Иов жил 140 лет. Всегда есть годы после этого. После проблемы. И у меня есть слово для вас, что для вас есть что-то после этого. Сейчас трудно, но Господь говорит тебе, «После этого Бог сделает чудеса вашей жизни». После этого ты будешь жить. После этого. После этого. Послушайте меня. Есть что-то после этого. Может, сейчас вы страдаете, но есть что-то после этого. Может, у вас сейчас болезнь, но есть что-то после этого. Да. Может, сейчас у вас нет денег, но есть что-то после этого. У вас сейчас проблемы с семьей, но есть что-то после этого. Я хочу, чтобы сегодня Бог вернул вам надежду, что Иисус говорит, «Да, это сложно, но я очень хорош в этих вопросах». Очень хорош. Очень хорош. Очень хорош. Скажите своему соседу. «После этого ты будешь жить». Аллилуйя. Я сказал аллилуйя. «После этого!» «После этого!» «После этого!» «После этого!» «Да, после этого!» «После этого!» «Знаете, Иов, он не был болен 140 лет. Он жил 140 лет И я так рад, что совсем недавно я был у врача И врач проверил мое сердце И я сказал, ну как мое сердце сейчас? И доктор сказал, не хорошо, а очень хорошо Я сказал, слава Богу, я был так рад Так счастлив, что исцеляющая сила Господня была на мне Я сказал, я так рад об исцеляющей силе Господней Но я хочу сказать вам Что бы ни было, в какой бы ситуации вы ни были Есть что-то после этого Может вы чувствуете себя как в стиральной машине? Вы когда-нибудь были в стиральной машине? Нет, 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 не надо туда захотеть Но жизнь может быть как в стиральной машине Это похоже на то, как эти американские горки Вы когда-нибудь были на американских горках? Вы так идете и поднимаетесь и спускаетесь? Жизнь может быть такой Когда у вас есть надежда А потом вы теряете надежду Но Господь хочет сказать вам сегодня вечером Есть надежда Я сказал, есть надежда Есть будущее Есть будущее Если вы останетесь на этой земле В этой стране Господь благословит тебя здесь И Господь даст тебе будущее И я пророчествую Больше армян вернутся в Армению Много армян вернутся в Армению Они вернутся домой Я вернулся домой в Армению Вы тоже можете вернуться домой Может вы сейчас сидите и слушаете нас по интернету Эта страна имеет будущее Имеет надежду Вы молодые люди Господь может создать для вас хорошее будущее в этой стране Аллилуйя Дьявол лжет Дьявол лжет Но правда в том Истина в том Что Бог в этой стране Иногда мы чувствуем себя безнадежными Знаете Если вы когда-нибудь были на одном из моих служений Вы знаете, что я всегда люблю говорить об Аврааме Не на каждом служении Но зачастую И знаете, Аврааму было 75 лет Его жене 60 И в это время Если у вас нет детей У вас уже нет будущего Тогда не было никакой пенсии Ничего подобного И Авраам говорит У меня нет ничего И Господь просто вывал его Вывал его из его шатра И он сказал Авраам Посмотри наверх Извините Нелегко переводить меня Я молюсь за Баграта Чтобы он сегодня мог Хоть как-то провести это служение Аминь У меня есть слово для него После этого Баграт будет жить Но Авраам посмотрел наверх И Бог сказал Тебе уже 70 лет Твоей жене 60 Просто посмотри наверх И он сказал Оооо У вас когда-нибудь было такое удивление сильное? Когда вы вдруг видите что-то Вы видите обетование Божие То, что Бог обещал И говорите Вау Смотрели вы когда-нибудь наверх И говорили Ооо, да, Господь А потом вы смотрите на Сару Ооо, Боже Аллилуйя Потом он снова посмотрел наверх Да, Бог О, нет, Бог Но потом Библия говорит Что Бог дал ему надежду Библия говорит Что без надежды Скажите, без надежды Авраам все равно надеялся И поверил Мне нравится Авраам Он не сдался Он не ушел Проблема была В том, что Сара не стала моложе Аминь Может, вы думали об этом? О, сейчас Сара Может, вы слышали эту историю А в одной паре Которая была В браке В течение сорока лет И они собираются Отпраздновать это Им уже за шестьдесят И кто-то говорит Вы можете загадать желание И жена говорит Я хочу иметь Золотые украшения Как у королевы Елизаветы И сразу все это Появляется на ней А потом спрашивает мужа Он говорит Я хочу иметь Жену на тридцать лет Моложе И ему сразу становится Девяносто три года Хотя ему было шестьдесят три года Так что Будьте осторожны В том, о чем вы молитесь Вы должны правильно общаться с Богом Аминь Я сказал аминь Поэтому проблема была в том Что Сара не стала моложе Она наоборот Все время стояла Потом ей стало Семьдесят Потом восемьдесят Потом девяносто И теперь Аврааму уже было сто лет Я не знаю Как он выглядел Может зубов не было Я не знаю В то время и донтистов Наверное не было Но Библия говорит Что он все еще ел мясо Слава Богу за это И Саре уже было девяносто В то время И Господь вернулся к ним И Позвольте сказать вам Бог всегда вернется К вам И вот Сара готовила еду Для ангелов Божих И Бог сказал Аврааму В следующем году У тебя будет сын И Сара услышала И знаете, что она сделала? Она улыбнулась Знаете, как женщины иногда так делают Когда они не верят Как они смеются Хо-хо-хо-хо-хо О нет, 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 нет Ну что ты говоришь? И Бог сказал Сара Ты улыбнулась? Ты рассмеялась? Нет Да, ты сделала это Да, я сделала это Но Библия говорит Что в этот день Сара получила надежду И через год Маленький ребенок Родился ребенок И Авраам вышел Из шатра Он смеялся И знаете Надежда всегда смеется В конце Аллилуйя И уже есть ребенок Авраам смеется И Библия говорит, что В утробе Сары Что утроба Сары до этого была мертва Это было невозможно для нее Может У вас есть такая духовная утроба И кажется, что смерть там Но Бог говорит вам Что Бог может изменить Эту ситуацию Этим вечером Аллилуйя Может Вы говорите Вокруг меня Только смерть И там, где я живу Все говорит о смерти Но я пророчествую вам Что жизнь придет Там, где вы живете В вашу деревню В ваш город В города Армении Можете сказать Аминь Для этого Есть что-то после этого Аллилуйя Аллилуйя Работа может появиться Я пророчествую Как языки Пусть придет работа Пусть придут Пусть придут в этой нации Много возможностей и занятости Посмотрите И скажите тем, кто рядом с вами После этого Аллилуйя Я сказал Аллилуйя Иногда Все кажется Настолько сложно И запутанно Кажется, что Невозможно Найти выход Вы слышали о таком спорте Который называется Футбол Я знаю, что Теперь у Армении Есть хорошая команда Я видел Они на самом деле Хорошие И Господь пусть благословит Эту команду Навсегда Может вы Победите И команду Дании Наших соседей Аминь Я сказал Аминь Я видел матч Между Арменией и Данией Все кричали Я просто кричал Чтобы Армения победила Я так кричал Но знаете что Футбол не был основан в Армении Извините, что я сказал это Пожалуйста, простите Я знаю, что много вещей появилось в этой нации Но не в футбол Он Также не появился в Америке А в Англии Если вы пойдете Попробуйтесь в Англии Вы видите там Футбольный матч И люди поют Как сумасшедшие Действуют Как сумасшедшие Они поют И если Если бы я мог сказать Что в церкви Люди так Проставляли Если бы люди в церкви Так проставляли То Случилось бы уже пробуждение Аминь Много-много лет назад Был один матч Это был Самый последний матч Самых последних игр Которые были тогда Я не буду проповедовать Обе имени сегодня Пусть это тут останется И В последнем матче Это был самый последний матч И уже был овертайм И была самая последняя минута И осталось всего 15 секунд И один из игроков понял Как безнадежность приходит Он сказал О нет Мы проигрываем эту игру И мы не можем победить И вдруг У него появилась мысль Я могу это изменить Но он не мог играть Потому что Ворота были слишком далеко И знаете что он сделал? Он Опустился вниз Он взял мяч руками Это же запрещено Да вы знаете И он начал бежать По всему полю И судья начинает свистеть Его звали Веб Элис Этого человека Судья свистит И он дал ему все карточки Желтую, красную Какие только можно дать Но он все равно не слушается Там было тысяча людей В стадионе И когда они это увидели Никто не мог поверить Своим глазам Но люди начали так возбужденно аплодировать А он продолжал бежать Бежать к другому К воротам противника И он просто Положил этот мяч В ворота противника И сказал Все мы победили Конечно его дисквалифицировали Его Его команда Проиграла Он был вне поля Но знаете что он сделал В этот день? Он создал новый спорт Который назывался Рэгби Или американский футбол Аминь Я сказал аминь Другими словами Сегодня очень Многие народы Играют в рэгби Если вы отправитесь в Англию Вы найдете там статую Веба Элиса Который создал этот спорт В этот день У этого суди Нет статуи Он всегда судил Конечно Армяне не судят Я говорю о грузинах сейчас Нет Нет Я шучу Я говорю о шведах Ну это так Это так Это не так Они Этому дают красный Этому дают желтую карточку Этому дают зеленую карточку А почему это Вы так сделали Почему вы иначе сделали И я надеюсь Что сегодня здесь Есть люди Как Вебелис Может вы говорите В моей жизни Безнадежность Но я не буду Просто сидеть Я буду бежать Я возьму этот мяч И я руками Положу туда В их ворота И я выиграю И через это Что-то новое Начнется И когда ты пройдешь Через это Что-то новое Появится Аллилуйя Слава Господу Есть надежда Для тебя Все пусть скажут Есть надежда Для меня Скажите После этого Скажите Надежда Скажите Будущее Принадлежит Нам Аллилуйя Я сказал Слава Богу Аминь 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 Господь Даст вам Надежду И будущее Я не знаю Вы читаете Вообще Библию Читали ли вы Библию Но в Библии Написано Что Надежда Это как Пожалуйста Покажите нам Здесь Фотографию Вот Здесь Вы когда-нибудь Видели что-то Подобное Я знаю Что в Армении У вас Очень много Кораблей Один большой Корабль Да Здесь Но Я Человек Который Люблю Плавать На кораблях И Летом У меня есть Небольшая Яхта Я выхожу В море Слава Богу За пастора Артура Он один раз Пророчествовал Об этом И я получил Это как Слово от Господа Я начал выходить В маленькой яхте И однажды Я со своим сыном Мы вышли в море День был Замечательный Я позвонил Своему другу Я сказал Могу ли я Остановить Мой корабль У вас Ночью И я Остановил корабль Потому что Они Согласились И Этим вечером Я услышал По прогнозу погоды Что будет Буря Я сказал Слава Богу Что я причалил Свой корабль И Втруг Началась Буря И Мой Корабль Носила В разные стороны Я сказал Я лучше выйду И проверю Когда я вышел Я сказал Где ты Вчера Меня здесь не было Я сказал Моника Вчера Нас здесь не было Я позвонил Я позвонил своему другу Я сказал Что случилось Он сказал Я же сказал Положи якорь Но я же положил якорь Я думал Что якорь положим Все нормально Он сказал Карл Густав Ты 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 должен был Намного глубже В три раза глубже Спустить якорь Я вообще рад Что этой ночью Я проснулся В противном случае Я наверное Оказался бы в России Цель еще и ночью Я положил якорь Опустил якорь И я просто Спустил все На место И я уснул В яхте Аллилуйя Знаете что Библия говорит Библия говорит Что наша надежда Это как якорь Которая проходит За завесой небес И если бы вы могли это понять Ваша надежда Не может быть Основана на людей Ваша надежда Должна быть в небесах На небесах Есть надежда для вас Аллилуйя Я сказал аллилуйя Трон Божий Это то место Где наша надежда Должна быть Если вы хотите надежду Идите к Богу Если у вас есть болезнь Идите к престолу Божьему Аллилуйя Я рассказывал эту историю Много раз И я буду рассказывать Эту историю До конца своей жизни Тогда я был в библейской школе Для нас это было Очень сложное время Потому что тогда Мы жили в Америке И американцы думали Что шведы платят за нас А шведы думали Что американцы платят за нас Но как-то раз Одна пара Они были пожилые люди Они пришли к нам И они сказали Карл Густав Пожалуйста Я хочу С вашей женой Я хочу чтобы ты со своей женой Вы пришли на обед Я не молился за это Я даже не помолился Я сразу сказал да И знаете Когда вы учитесь В библейской школе И вы студенты Если вам что-то такое скажут Не надо молиться Сразу говорите да Поэтому мы пошли И когда я пришел К ним в дом На ужин Я никогда не видел Такого красивого дома Это было очень красиво Снаружи Машина Я подумал Я подумал о своей машине Я подумал О своей машине И моя машина Она нуждалась Молитве каждый день Я посмотрел на эту машину Вау И Бог на самом деле Благословил этих людей Я вошел в их дом И знаете Ковер был Вот Вот Таким толстым Я мог просто Ходить вот так По ковру Я сказал Вау И Картины На стенах У меня У меня дома Не было никаких картин Мы Сами Что-нибудь там Нарисовали И повесили Аминь Вы когда-нибудь Были в подобных ситуациях Когда Все вы делаете сами Потому что нет денег Чтобы купить Поэтому вы сами Что-нибудь сделаете И вешаете И ставите И их мебель Не двигалась У них была Замечательная мебель У меня никогда Не было подобной мебели За всю свою жизнь Я даже не видел И когда вы садились Вы вот так Вниз Идете Я сказал Моника Пожалуйста Подними меня Сними меня отсюда Потом этот человек Сказал Роберт Калл Я хочу Кое-что Показать вам Вот это Моя вторая машина У вас есть Две машины И я подумал Бог Наверное Ты любишь Этих людей Очень Наверное Ты должен Быть их Любить Очень Оу Мы вернулись И знаешь Очень высокий потолок В доме И вдруг этот человек Сказал Карл Густав Моника Роберт Оса Пара с которой Мы приехали Мы думаем Что вы студенты Библейской школы И если есть что-то В этом доме Что вам нужно Знаете О чем я подумал Мне нужно Все здесь Но я швед И мы Очень скромные люди Мы Очень Смиренные Я знаю Что Армении Вы сказали О нет Нет Нам не нужно Ничего Взять из этого Дома Лучше мы Здесь Останемся А вы Идете Отсюда Из нашего Дома Аминь Ну если вы такие милые То зачем Зря передвигать Все эти вещи Просто Возьмите Нашу машину Отправьтесь В наш дом А мы будем жить здесь Но я швед И я вот так встал И потом Я сделал Самую большую ошибку В своей жизни Я Спросил Свою жену Что нам нужно И она не швед Она Двойной швед Знаете Что эта женщина Сказала Моя жена Нам нужен Миксер Внутри Меня Все Как бы Остыло Остановилось Я хотел сказать А ну-ка Все Погони Третьей назад Но было Уже Очень поздно Она Снова Открыла Свой рот И знаете Что она Сказала На этот раз Она Сказала Даже Не нужно Чтобы он Был Электрическим Можно Ручной Миксер Этого Нам Достаточно Этого Этим вечером Мы Ехали Назад Домой Моя жена Возила машину Я держал Миксер И я думал Мне Нужен Семинар По браку Сейчас Здесь Я сидел Делал Вот так Некоторое время Я сказал Моника Как ты могла Сказать Миксер Вы же не понимаете В каком Ты что не понимаешь В каком доме Они Они Жили Не могла ты сказать Ковер Вот если бы ты сказала Ковер То мы бы так ходили По ковру сейчас Или диван Мы бы могли Вот так сидеть В диване Если бы ты сказала Диван И Может Мы бы хотели Хотя бы взять Одну картину Там Они на самом деле Серьезно говорили И она Водила машину И ничего мне не говорила В конце концов Она сказала Карл Густав У меня есть слово Для тебя Ты Ничего не сказал Я хотя бы Сказала Миксер У Роберта Все было не лучше Чем у меня Он 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 Вышел оттуда С чайником В котором делают чай И знаете Божьи люди Исполненные Верой И силой Но теперь Я уже Обратился С этого И теперь Я уже Армянин Послушайте меня Послушайте меня Сегодня вечером Может у тебя Самая большая проблема В твоей жизни Может Война В твоей жизни Может это Самая Большая Война В твоей жизни Но когда Сегодня придешь К Богу Если Бог скажет Что ты хочешь Из моего дома Не говори Миксер Будь смелым Будь смелой Перед троном Благодати Будь смелым И смелой Перед троном Благодати Там есть надежда И там есть будущее Для тебя Аллилуйя Ты можешь Иметь То Что ты желаешь В своем сердце Аллилуйя Я сказал Аллилуйя Слава Господу Я сказал Слава Господу Иногда Мы можем Быть Как бы В тупике Вы когда нибудь Были в тупике Может в Армении Такого не случается Но это может случиться Вы чувствуете Давление И я задам вопрос Вам Сколько из вас Когда нибудь Играли В такую игру Которая называется Шахматы Я сейчас Играю В шахматы С моими внуками И внучками Знаете Мой старший внук Ему 7 лет Он Просто гений Очень умный И Артур Однажды Сыграл с ним В воскресенье О Извините Я хотел сказать Что он Как-то Молился За него Последнее воскресенье Когда он был здесь Он молился За него Ну ладно Это почти То же самое И каждый день Он приходит Ко мне Говорит Дедушка Сыграем И он достает Шахматы Ставит фигуры И мы начинаем играть И потом я вижу Через некоторое время Что его лицо Изменяется У него появляется Такая ужасная Такая страшная Ухмылка И через Несколько минут Он говорит Дедушка Шахматы Шах и мат И я знаю Что Больше я не могу Ничего сделать После этого В этот день Я снова уничтожен Я проиграл Семилетнему мальчику Он такой умный Этот мальчик Вы знаете что? Я хочу Показать вам Одну фотографию Это Настоящая фотография Вот это То есть Это Картина Извините Это Было сделано В Швейцарии В Швейцарии Такая картина И Смысл этой картины В том Что этот молодой Человек Ему сделали Шах и мат И он уже Не может ничего сделать И дьявол победил Может Может сегодня вечером Вы так и чувствуете себя Дьявол сделал вам Шах И мат Вы просто в тупике Сейчас Но знаете что Что случилось Однажды Очень известный Шахматист Когда он увидел Эту картину Он стоял Перед этой картиной Три часа И он Смотрел на все Эти фигурки Очень долго И вдруг Он закричал Нет Ему не сделали Шах и мат У короля Есть еще Один Ход Вы Вам не сделали Шах и мат Наш Царь Иисус Христос У него есть Еще один Ход В вашей жизни Я сказал Что наш Царь У него есть Еще один Шаг В вашей жизни Скажите Своему соседу У короля Есть еще Один Ход Аллилуйя Я сказал Аллилуйя Слава Господу Я сказал Слава Господу У меня Есть слово Для вас И это Слово Все Так Не Закончится У короля Есть еще Один Ход Вам не сделали Шахмат Есть Надежда Для вас Аллилуйя Я сказал Аллилуйя Я сказал Аллилуйя Знаете У меня есть Тысяча проповедей Которые я хочу Проповедовать вам Но в это время Я только буду Проповедовать Эти два Слова Но есть Слово с небес Сегодня И это Слово следующее У меня Есть Для вас Намерение Чтобы дать вам Будущность И надежду И после этого Иов жил 140 лет После этого Вы Будете жить Аминь Может Здесь И у вас Нет надежды Иисус Живет В вашем сердце И сегодня Вечером Если не живет Он может Прийти в ваше сердце И он Надежда Вашей жизни Знаете Что Библия Говорит Что Те Люди Которые Не знают Бога Они будут Надеяться На Иисуса И Он не Сломает Трость Которая Упала Может Сегодня Ты слаб Но Бог Любит Исцелять Тех Кто слаб Аллилуйя Когда я Упал там В этом туалете И лежал там Без сознания Была Безнадежная Ситуация Это была Сломанная Трость Изогнутая Трость И когда я Позвонил Потом своей Жене Он сказал Знаешь Карл Густав Господь Поговорил Ко мне И сказал Чтобы весь день Я молился За Тебя Я не знаю Что произошло Но Кто-то Молился За меня И Господь Дал мне Новую возможность Для того Чтобы жить И Господь Хочет дать вам Новую возможность Для жизни Есть надежда Для вас Во имя Иисуса Аллилуйя Давайте громко Поаплодируем Господу Аллилуйя 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 Слава Богу Аллилуйя 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 Аллилуйя